Проведенный день депутата в Украинском районе, северный 9-й по лику, на этот раз у населенной пункты накируются 4 группы, что позволяет соответствовать больше значимой количества людей. На передании мероприемства в районе провели опытания, по часу которых отримали 300 воздухов, амальпаловы распадентов, хваливы стан дорог, сирот инших актуальных для жахаров проблем, кандовое обслугование, очистка колодежев, отсутность у некоторых вёстках интернету. Совместно с районным исполнительным комитетом мы провели приём граждан в форме «Живой диалог». Поступило 65 вопросов и 49 были поставлены на контроль для их решения. День депутата не только могчимость устреться с людьми, а и взять на контроль пытания, яке их хвалюет, член Совета Республики, Национального расхода Республики Беларусь, али на трибунах приводить приём граждан на территории Коротчика в Казахстане Совета. Некто каже об невеликих пенсиях былых работников сейчас подприемцев, что они дозволяют рымать пособную господарку. Некто вздамая пытания утилизации бытовых, будовничных и растительных отходов. Их вывоз на один и в районе полигонка, что и поравдально не шмат, але для некоторых фясковцев их это далёко не лишние сродки, як выник забрудживание смесь землясов. Это проблема не только кармянского района, тембошь оперативно необходимо её вырошать. Он привёз его, выгрузил, и здесь же его поймали. Ну, пойдут разговоры о том, что это всё наказуемо, тогда, конечно, поменяется мнение у людей о том, куда же всё-таки нужно девать этот мусор. А пока проблемы будут. Приёмы у сельских советов и со встречи в працовных коллективах на протягу дня депутаты сельских, кромянского районного, гомерского областного совета, национального схода разум с працовниками широкого громадских организаций наведывают некольких насильных пунктов от великих до самых маленьких. Вёска – незвычайные назвы Сапашки. Кажуть, что неколи тут жили шауцы, які вырабляли боты для всего новоколья. По перепису 1897 года тут проживало 380 человек. В 1959-м 230, зараз у всего 5. Сегодня это одна из самых маленьких вёсок кармянского района. Переезжать в Карму те и иншие вёски сапашковцы не сбираются, а тому задача органов улады – створить належные умовы для полновартостного проживания, именно в этом населенном пункте. Тем более, что, не глядя на взрослых, местовые же хоры завсёды были жизнёво активными, как Мария Мажейка – шмаддетная мать и кавалер ордена працованного червоного стяга. 20 курок старых, 20 молодых, 11 уток индауток и 4 гуси. Огород – 70 соток. И ещё одно пытание узнятое по инициативе самих депутатов. Необходно больше активно реализовывать адукационные проекты для молодых людей у сферы предпринимательства. Это позволить местовые молодцы быть больше конкурентно-здольными на рынку працы. Сярод наибольшь життя-здольных пропаднув открытие школьных бизнес-компаний, где наученцы будут знакомиться с основами предпринимательской деятельности с перспективой наступного открытия уластной справы. Сначала я бы после учёбы, конечно же, открыл свою сеть в Гомеле для первоначального развития, а после приехал бы в Корму прославлять свой родной город. Олег Синтеров, Игорь Марыщенко, телерадио-компания «Гомель», Карменский район.